Всем привет! На канале Стройгарант Анапы. Мы продолжаем новогоднее настроение. Итак, Наталья, не так давно мы снимали ролик дистанционно, задавала вопрос, покажите наш дом. И вот в эти праздничные дни приехал на него посмотреть. Мы идем не с пустыми руками, потому что они сейчас где-то снимают там квартиру, чтобы жить, но, наверное, без елки. С подарком идем, ну и, конечно же, узнаем отзыв о жилом комплексе «Жемчужина». Именно здесь мы сегодня находимся. Это поселок Цибанабалка. С елкой новогодней мы еще не ходили, но все-таки приятно дарить подарки. Собственно, Новый год. Дом, кстати, 90 квадратных метров. Нас уже здесь ждут. Здрасте, можно к вам? Да, конечно. Так, ну, а где супруг? Супруг? Да, мы же с подарочком к вам. Здрасте. Ну что ж, во-первых, с приездом, во-вторых, с наступившим Новым годом вас. Спасибо, держи. Да, с Новым годом. Спасибо. Ну, вот такие вот подарки от Деда Мороза, да. Потому что Новый год наступил, вы без елки, да, все правильно? Конечно, ну, это неожиданно. Ой, вообще, я еще раз поздравляю. Ребят, ну что ж, вместе с вами посмотрим дом, пожалуйста, я за вами. Проходите. Сейчас поставим. Да, конечно. Поставим, наверное. И будем здесь. Ну, смотрите, следующий Новый год в любом случае уже будет здесь. Поэтому мне, это для елочки можно выбирать прям заранее. Вот я себя, честно, с настоящим Дедом Морозом почувствовал. Ужально, так как и есть. Во-первых, хочу сказать огромнейшее спасибо за видео вопрос, который вы нам присылали. Давайте к нему вернемся, посмотрим, что это было. У нас есть видеообращение от Натальи из Красноярска. Здравствуйте, уважаемые сотрудники стройгорода НАПО. Я сейчас нахожусь в Сибири, а именно в городе Красноярске. За мной Енисей Банюшка. И у нас к вам очень большая просьба. Было бы очень замечательно, если бы вы предоставили нам такую волшебную возможность увидеть свой дом. Наталья, мы идем именно к вашему дому. По видео это одно. Итак, вот ваше впечатление вообще о доме. Что вот вы сейчас чувствуете? Можно пройтись, посмотреть, я за вами. Да вы знаете, мы уже ходили. Да. А я с вами нет, хочу. Самая прекрасная комната для меня, по крайней мере, это вот эта. Потому что это будет мой кабинет рабочий. То есть решили, что все, кабинет рабочий. Сразу решили, да. Что это мой рабочий кабинет. То есть вы работаете удаленно, да, получается? Вот. И восторг. Очень довольны. Несмотря на то, что сделка была дистанционная. Скажем, ну, воочию уже мы все равно еще были, но тем не менее, когда мы сюда зашли, это было классно. То есть все ли хорошо? Были ли какие-то недочеты? Вот, ну, вообще, вот как оно есть? Ну, нет. Все хорошо, все устраивает. Мы заказали в стройгарантии ремонт чистовой. А, то есть вы еще ремонт у компании заказали? Да, да, да. Поэтому все хорошо. Наталья, а вот как в вашей зоне, уверена, зона хозяйки, эта кухня будет все выглядеть? Мы, конечно, это увидим скоро, но сейчас вот на словах. Ну, конечно, здесь как-то встроится кухня, это понятно. Вот. А там будет диван. И там будет телевизор. Телевизор, у нас специально телевизор огромный, мы его забрали с собой, повесим на эту стенку или поставим, там уже посмотрим. И там диванчик, чтобы отдыхать, балдеть, смотреть. Вот это мой кабинет. А, не так вы деловые люди, два кабинета в одном доме. Да, у нас мы работаем дистанционно, поэтому для нас это важно. Сразу возникает вопрос, ну, как мужчина, уступили, наверное, самую большую комнату, серки, дыню, окна для Натальи, да? Потому что она очень светлая. Я люблю, когда много солнца, света, и я много снимаю видео, но поэтому мне свет важен. Так как я люблю свою жену очень сильно, поэтому я ей позволяю абсолютно все. Хочется. Ну, я думаю, что это будет, во-первых, теплые оттенки и светлые. Это самое главное, наверное, не холодные. Вот, а там уже у каждого свой кабинет, пусть он как хочет, так его и строит, да? Вот, как видит. Единственное, что у нас будет общая спальня. Вот, своя спальня, тоже классно. Терраса, интересное место, интересное решение, ну, вообще, у застройщика. Есть дома с террасы, а без у вас террасы, вы молодцы. Какие планы, что здесь будет? Потому что некоторые говорят, оставим так все как есть, никакого остекленения нам не надо. На юге надо дышать воздух. Не нужны нам эти стекла, они нам в Красноярске надоели. В общем, оставим крышу и все. Мы планируем поставить здесь крышу, ну, вплоть до окончания, да? Здесь диванчик, столик. Там мангальную зону. Это все открыто, свежий воздух. Ну, 288 солнечный день, в году Красноярск там тихонечко завидует, да? Если не секрет, в январе там какая обычно температура воздуха? Потому что у нас плюсовая, у нас все хорошо, там как? Мы такой кайф испытываем здесь. У нас первая зима на юге. У нас там остались дети, взрослая дочь. И она нам пишет, что там сейчас минус 47. Ой-ой-ой. Завалило все снегом. Присылает, конечно, видео, снег хрустит, скрипит, вот как при большом морозе. А у нас тут плюс 10, плюс 15. Раз ли это не кайф? Почему именно Цибанабалка, не Тимрюк, не именно сама Анапа, где квартира стоит как дом, да? Ну, это, к примеру. Ну, здесь все нас устраивает в том плане, что вдалеке от, скажем... Городской суети. Да, от городской суети. То есть же Анапа все равно это город, особенно в курорт, то ее есть. Здесь прям движение, жизнь. Нет такого, что какая-то тухлая деревня, простите, да? То есть вполне нормально. Я думаю, что все будет отлично. До Анапы тут сколько? 10 минут ехать. Да? До пляжа тоже, то же самое. Поэтому все устраивает, все хорошо. Я каждый день бываю на море и больше ничего не надо. Вообще отлично, все хорошо. А я дело в том, что я сам из Владивостока, из пригорода Владивостока. Я всю жизнь прожил на море, знаю, что такое море. И сюда переехали, здесь я лучше себя чувствую. Плюс то, что мы друг с другом чувствуем себя очень хорошо. Когда у нее хорошее настроение, она себя чувствует замечательно. У меня это все отражается на мне. И мы друг на друга взаимодействуем таким образом. Ну, энергетическая связь сильнейшая. Это здорово, что ее способствует. Ребят, с Рождеством вас наступающим. А мы к вам приедем обязательно, когда все будет под контролем. Очень рада вас видеть, что вы здесь, в наших краях. Спасибо за интервью, за новых встреч. Спасибо вам. Всегда приятно общаться с людьми, которые вот дождались. Уже очень скоро засели в свой дом. Но, во всяком случае, это дом не из квадратов. Уже Наталья и ее супруга. Дорогие друзья, всех хочу поздравить. Искренне от лица нашей компании. С прошедшим Новым Годом. С наступающим Рождеством. С наступающим Новым Старым Годом. Который празднует только в нашей стране. И что ж, дорогие друзья, хочу сказать. Мечтайте, планируйте. Все сбудется. Все будет так, как вы хотите. Особенно дом на юге. Это реально. На сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока.